Всем здарова ребятки, меня зовут Павел, мы продолжаем спафнутием выживать в Stranded Alien Dawn Солянова на самом сложном уровне, который только можно придумать в игре. И начиная пожалуй с этой серии мы немножко поменяем вектор прохождения и формата записи в принципе. А почему сейчас объясню. Во-первых переходите по ссылочке в описании, там есть русификатор, все очень просто. Скачиваем, копируем, заменяем, если у вас уже была какая-то версия, отписываем автору большущий лайк и наслаждаемся русифицированным текстом. Ну а во-вторых собственно некоторые изменения у нас сейчас будут в сериях. Сейчас, насколько я понимаю, серия выходит 23 числа. Да, и в каждой серии будут у нас присутствовать небольшие склеечки. Между нападениями я буду выгонять пафнути наружу, собирать какие-нибудь ресурсы, возможно ресурсы с грядок и так далее. Все это буду вырезать и потом уже буду подключаться, чтобы собственно строить, возводить или что-то изучать, крафтить и так далее. В общем весь интересный процесс я буду показывать. Если что-то в процессе добычи ресурсов будет возникать, естественно я тоже буду показывать. Ну а такой рутинный процесс, как ковыряние в носу возле вот обломков космических кораблей, там добыча камня, дерева и так далее. Я это пожалуй ребятки буду вырезать, потому что это все довольно сильно однообразно. Наблюдать за этим из серии в серию не так, чтобы интересно, ну как по мне. Поэтому такие рутинные моменты в каждой серии я буду вырезать и постараюсь это делать естественно только в начале, чтобы в начале мы что-то собрали, а далее мы с вами уже начинаем тут улучшать жилище, что-то исследовать там, ну и так далее. Поэтому сейчас ребятки первая склеечка. Ну что ж ребятки прошло довольно большое количество времени, но мы с полсанычем знатно так потрудились, нафармили очень небольшой такой пласт ресурсов. По одежде сразу скажу, скрафтил свитер, брюки и кроссовки, а потому что предыдущая одежда у него совсем износилась, я ее снял, разобрал, еще чуть-чуть подформил хлопка, собрал каракожника небольшое количество, 100 штучек, питался соком, слева у нас лежат медикаменты, набрал немножко силикона и руды, также скрафтил два процессорных ядра и шесть электроники, здесь снес грибной факел и разместил стеллаж для жидкого топлива. И сейчас Пафноти у нас возводит еще одну турель. Вот, пока он строит ее, сразу скажу по ресурсам еще, 198 дерева, 77 металлолома, 107 единиц сплавов, камня 450, собрал веток 300 штук аж про запас, чтобы было, и 702 единички сена. В принципе неплохо, сделал я это для того, чтобы, сейчас планирую где-то вот до сих пор снести, с вами пирс и начнем изучение. И возможно, ну как возможно, однозначно мы перенесем вот эти уже 4 турели, только вот давай, наверное, вернем на 10-й. Паяльный верстак выключен, это выключено. Включай дизельный генератор. Далее давай его скопируем. Блин, а куда бы его сейчас... Ну давай пока сюда. Ладно, черт с ним, пускай будет. Сейчас с вами построим... Вот, расширим фундаменты вот примерно до сих пор. И выставим линию обороны куда-нибудь сюда. Давай, пафнути дизельный генератор. Запрягай. Изучил я еще чайное дерево. Хочу сделать чай. Я его высадил. Где тут? Вот. Раз, два, три, четыре дерева посадил. Ну, грядки, как вы можете заметить, да, почти все пустые, кроме зерна тут и частично гептогоний, потому что я все эти ресурсы собрал, заново высадил. Примерно, в общем, такие у нас дела. Также, кстати, мы за это время прокачали с пафнутием ремесло на семерку и физподготовку на семерку. Вот такие мимо молодцы. Давай проверим пафнути. Во-первых, перенеси каракожник сразу. Че он тут у нас на полу валяется? Нехорошо. И переключи дизельный генератор, все ли у нас работает. Да, все. И выключай его тогда. А, нет, да. Ага, я понял. Ох. Так, летающие насекомые, 61 единица. Огромный богомол, 14. И шипохвостов, 13. Вон я вас вижу, кажется. Да, это вы, это вы. И сколько у меня турелей? Четыре лазера, две ракеты. Так, вот эти конструкции пока возводить не нужно. Иди, пожалуйста, сноси грунтовый пол. Сразу себя постараемся обезопасить. Турели куда будут бить? Сюда, а это сюда. Ну, в принципе, понятно. Давай сносим. Обломался, конечно, мой план. Я этого нападения ждал, но не ждал летунов. И теперь нам вынуждено придется забрикадироваться, потому что они тут везде будут валяться. А я хотел еще выйти собрать гептогонию, потому что по пище у нас всего 100 единиц сока. Зерно все ушло на топливо, которое здесь было. И не знаю, что теперь делать с этим. Управляй горными. А, подожди, а что у тебя вообще? Ты же у меня там был несчастный. Прям жесть. Включи сразу переключатель питания. Съешь сладкий сироп. И, наверное, тебе нужно очень сильно отдохнуть. Он у меня несчастный, потому что, блин, я его мучил тут, ходил постоянно. Он и камень у меня добывал бессонный, и грядки сажал голодный. В общем, Пафнути трудился, трудился на славу. Вот, кстати, нападение-то и началось. Может, поиграешь на барабанах? А ну, давайте, чё? Блин, сколько их там было? 60? Чё? Никуда не уходи, никуда не выбегай, встань внутри. Можно только попросить тебя закрыть большое деревянное окно на всякий случай. А дальше мы тебя призовем. Их уже 39, уже меньше 40. Это же замечательно. 27. Ну, в принципе, нормально. Главное, чтобы их не было больше 80. Кто-то там писал к нему, прилетело к игроку 89 аж штук. Ну, это перебор. Я бы с таким количеством не справился, конечно. Так, турелька, турелька сразу давай переключим ещё немножко. Вот это у нас 58. Нам почти снесли турель. А ну-ка. Замечательно. Но нам почти снесли турель и... Два... Два фундамента нам успели снести. Так, ребятки. Нам нужно наращивать количество турелей. Отозвать. Выключить переключатель питания. И спать ложись. Доброй ночи. Пока ты спишь, мы с ребятками подумаем, какие у нас приоритеты сейчас вообще. Замечательно. Проснулся. Покушал. А тут вот у нас есть два фундамента, которые надо чинить. Пускай, собственно, он их чинит. Обломки космического корабля. Свеженькие прилетели, кстати. Какой же из этих, по-моему? Да, вот. Вот этот вот обломок я уже верхний слой снял. Осталось только нижний. Надеюсь, что при разборе нижних слоев нам будет падать электроника. По турелям давайте посмотрим сразу. Ракетные турели целы полностью. Здесь нам потребовалось на одной из лазерных турелей аж 38 сплавов. Обалдеть. А почему так много? Вот это урон. Да, нужно наращивать, наращивать. А здесь нам требуется 11 сплавов металла. Еще 7 и еще 10. Обалдеть, какое количество. Слушай, а может быть, дружище, пока ты чинишь, ты сначала заправишь эти металлы горны, а потом уже... И вот этот тоже горн заправь. Ты чего? Пускай пока мы с тобой тут думы-думаем. Руда плавится. Замечательно. Все турели у нас восстановлены. Еще одни игровые сутки прошли. А ты не хочешь... А, да. Вот тебе нужно починить полы. Только ты, наверное, не сможешь строить их дальше, да? Управляешь настенными факелами? Да брось. Почини пол. Ты построить его здесь можешь? А починить? Починить не можешь. Давай-ка мы вот эти выделим тебе. Оп. Вот так вот построить. И вымеряем, сколько нам нужно. Раз, два, три, четыре. Нам нужно еще один слой, чтобы у нас было под... Раз, два, три, четыре, пять турелей лазерных. А у нас пока четыре, да? Ну что ж, ракетницы мы в любом случае найдем, куда разместить. Давай, управляй настенными факелами. Нам бы с тобой еще к исследованиям приступить. Нужно изучить ветряные турбины и также накопитель энергии. Теория накопитель энергии и один ветряк даст нам электричество в дом. И мы сможем наконец-то поставить себе... Где же эта вкладочка? Ага, вот они, потолочные светильники. Будет очень и очень хорошо. Сколько он стоит? Три сплава металла. Хм, довольно демократичная цена. Ладно, пафнутий. Спокойной ночи. Мы перемотаем этот момент. Замечательно, Паша. Доброе утро. Ну-ка покажи. 46% счастья. Все стабилизируется. Отдых, расслабление нормальный. Но я бы советовал тебе заранее покушать. Приятного тебе аппетита. Давай посмотрим, сколько у нас руды. 130 единиц руды. И 51 единичка готового сплава. Ну что ж, это, конечно, замечательно. Давай посмотрим, сколько стоит одна зажигательная ловушка. Ах, 5 сплавов? Серьезно? Так много? А что у нас чай скипел? Скипел, говорю, выроснет. Блин, долго же будет расти он, а? Ну, управляй пока горными. Что сказать? Да, строй полы. Будем потихонечку. Но переносить. Также скопируем грунтовый пол. Еще раз. И выстроим вот здесь вот такую линию. Желательно, чтобы она между турелями. Ой, солнечные вспышки. Устройства со встроенными процессорными ядрами не работают во время этого стихийного бедствия. Это влияет на автоматические турели, датчики и другие электрические устройства. Во время солнечных вспышек солнечные панели производят больше энергии. Ну, слушайте, это не может, конечно, не радовать. Но, блин, как-то маловато. Настолько дизельные генераторы. Нет другого источника питания. И нету, к сожалению, места, чтобы копить это все. Все, блин, к сожалению, время-то позднее. Вот тебе и весь игровой день, получается. Чуть-чуть что-то построил. И все. Все забылось. Пошел спать, устал. Покушал. Может быть, у нас есть... Ой, экспедиции щелкнул. Может быть, у нас в исследованиях когда-нибудь появится вот эта вот тренировка сна? К сожалению, нет. Если ты проснулся, покушал и полон сил, самое время достроить полы по фнутий. Доброе утро. Давай, трудись. Нам нужно с тобой переносить линию обороны сюда. А хватает ли нам... Блин, так нам сразу хватает на еще одну турель. Замечательно, только нужно побольше поплавить. А ты готов заправить горны? Давай, заправляй горны. Пока мы работаем, горны должны плавить. Далее давай с тобой перенесем, сколько нам нужно дерева или металла на опору ЛЭП. По 10 единиц дерева или по 15 единиц. Прочность у них отличается. Деревенная опора ЛЭП аж в три раза меньшим запасом прочности обладает. Ну что ж, давай не будем с тобой жадничать. Поставим здесь металлические опоры ЛЭП. Правда, я не уверен, что их нужно так далеко размещать. Мне кажется, нужно чуть-чуть поближе к турелям их вынести. Давай-ка сразу мы их переместим поближе. Молодец. Далее давай перенесем раз турель, два турель, три турель и четыре турель. Надеюсь, их не съедят. Ну, не обстреляют, вернее. Замечательно, лазерные турели перенесены. Можем ли мы построить еще одну лазерную турель вот здесь? Отлично! Для этого даже не нужно перемещать тараканов этих. Ой, то есть расчищать от летунов пирс. Круто, только надо не строить, а копировать уже с готовыми настройками. Построенную турель. Также нам необходимо переместить ракетницы вот в эту зону и установить для них область целевую вот примерно вот таким вот образом. Ой, Пафнутий, время 23 часа. Может быть, все-таки ляжешь поспать? И давай я тебе подшаманю чуть-чуть расписания. На час будем больше работать, потому что ты у нас успеваешь отдохнуть вполне себе. Смотрите, за день он исчерпал запас отдыха всего на 40%. И осталось 60 к вечеру. Мы неплохо вполне себе идем. Утро начинается не с кофе Пафнутий, а с горнов, разумеется. Переноси готовый ресурс и заправляй руду в эти чудеса инженерной мысли, блин. Вот додумались однажды, да? Плавить. Ой, прям турель. Слушай, а нам не хватит ли случайно одной опоры лэп на все вот эти вот штуки? Давай попробуем одну поставить здесь. И посмотрим, что с этого будет. Если у нас одной опоры хватит, то у турелей будет меньше заграждений, чтобы стрелять в летунов, которые будут кучковаться над нашей крышей. И летуны, кстати, уже почти исчезли. Хорошо. Давай перемещай вот сюда опору лэп. Молодец. А вот эту опору перенеси, пожалуй, пока что куда-нибудь. Это что такое за гадость? Блин, а мы, к сожалению, не сможем и проверить сейчас, правильно я понимаю? Потому что солнечные вспышки у нас, 8 отключений. Приятного аппетита, Пафнутий. И вам, дорогие зрители, тоже, если кушаете. О, отлично, обесточенные устройства 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, им прям не хватает, что ли? А ну-ка, Паша. Блин, а у меня на эту турель же нету, получается, дизельного генератора. Ну, давай строй. Блин, опять агрессивные животные, кто на этот раз? Огромные шипохвосты 4, маленькие шипохвосты 77 и средние шипохвосты 23. Обалдеть. Пафнутий, включай дизельный генератор. Ой, дизельный генератор, говорю. Переключатель питания? Угу. А вы далеко вообще? Обалдеть. А чё вы к порогу-то не подошли, ребятки, а? Как бы вас так назвать? Вы все будете стасиками и горьками. Вот тараканы будут стасиками, а вы будете... Нехорошим словом, блин, редиски. Как бы мне... Эти-то не успели исчезнуть, вы уже пришли. Чё-то как-то мой подсчёт дней между атаками... Ой, низкий запас пищи. Да, пафнутий. Мы себя забрикодировали и... Не самым лучшим образом. Ну что ж, давай из этой ситуации мы с тобой выберемся, я уверен. Давай попробуем, знаешь что? Прямо сейчас установим так целевую область раз, целевая область два, раз, два, три, четыре, пять. Нам хватает ещё на одну турель. Нам вообще не хватает ни на какую турель, хотел я сказать, потому что у нас нету процессорных ядер. А я вот собрался ракетницу ещё одну строить. Интересно, на какие такие шиши? Ни на какие. Парам-пам-пам. Дизельные генераторы вроде как заправлены, но эти новые, понятно, они заправлены. Всё вроде бы работает. Область какая у нас у турелей? Вполне себе, вполне себе. Но остаётся только ждать. Чё у тебя по отдыху-то, Пафнутий? В общем, перед сном заправляй горные. Нападение животных уже началось? Почему так быстро? Что вы от меня хотите? Отстаньте. Блин, а нормально так турели справляются с большими ших по хвостами, но мы получаем урон. А сколько турелей пострадало? Раз, два, три, четыре. Одна турель хорошо так пострадала. Может быть, сразу починишь её? Или уже началось нападение? Ой, ну это вообще не страшно. А почему турель не стреляла? А почему её нельзя починить прямо сейчас? Вот сейчас можно. Почини лазерную турель. А, парам-пам-пам, вот эта ракетница достаёт вот до этих негодяев. Так, меняем целевую область на ходу. Ну, блин, лазер это хорошая идея. Довольно быстро сжирает хп у негодяйских монстров. Иди-ка ты пофнуть и спи. Чё-то мне не очень нравится, что ты тут стоишь, лицом торгуешь. Или, подожди, сплавы заправлены? Заправлены. Молодец. Так, далее что мы делаем? Мы можем с вами потихоньку вот это вот количество монстров байтить на что-то. К сожалению, я не успел сделать ловушки зажигательные. Ну-ка, достанет ли турель до туда? Полноценное нападение пока не началось, но... Вот, теперь началось. Давайте будем запускать ракеты прям с дальних дистанций. Далее сразу меняем им целевые области на ближнюю. Пускай оглушают по максимуму и наносят массовый урон, чтобы лазеры как можно быстрее переключились на вот этих вот негодяев. Блин, еще бы пару ракетниц, было бы прям классно. И вообще ловушек реально не хватает. Смотрите, сколько этих недоразумений членистоногих, блин. Вы мне так все турели помнете, а? Да, сильный урон получаем, сильный. Нужно больше турели, больше, очень сильно больше. Так, ну, твой сон мне придется потревожить по фнути. Еще одно нападение мы с тобой успешно отбили. Видите, что-то они как-то сильно-сильно начинают часто очень починить, 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 починить. Это целое, на удивление. Это тоже починить. 7 плюс 12 плюс 7 плюс 6. Короче, идем с тобой в скором времени за металлом. Сколько у нас руды осталось? Всего 70. Ой, приятного аппетита. Ты же поиграл, нет, на своих барабанах уникальных? Сразу с утра заправляй горны. Блин, что-то как-то я вроде паузу сделал, но, блин, видите, нападение. Чего поделать-то? Подожди, подожди. Или ты решил разнести по турелям ресурсы? А, понятно. Ну, тогда управляй горнами дальше. Подожди, и этим тоже. Это, блин, задача номер один. А еще мне, получается, нужно некоторое количество сплавов металла на процессорное ядро, да? Отлично, стройка до 7. Просто кайф. Так, если тебе нечего делать, смотри, мы потихонечку выстраиваем пирс до сих вот пор. А сейчас ты будешь строить, да, в обход, потратишь время. Ну, ничего страшного. Это время необходимо потратить. Нам с тобой нужно выйти срочно. За пищей. Скорее всего, это будет вот эта вот гептагония. А что у нас, кстати, тут? Блин. А, еще хотел у вас спросить. Ребята, которые играют на том же сиде. Во-первых, спасибо за то, что кто-то проверил. Асма, оказывается, появляется в этом сиде всегда. Я понял. Но у меня еще вопрос. Я никогда не видел раньше такого количества метеоритных дождей. Это, в принципе, адекватно у вас так же или нет? Первая часть пирса достроена. Сейчас мы поуправляем горнами. И с раннего утра будем выходить на сушу. У нас же хватит позавтракать. Да, замечательно. У нас есть чем позавтракать. А почему ты не заправил рудута на плавку? Электропечь, ребятки. Нам нужна электропечь. Зря я ее разобрал. Ну, и зря я ее тогда построил. Тогда она была не к месту. А вот сейчас, мне кажется, самое время. Потому что, насколько я понимаю, электропечь ощутимо быстрее плавит ресурсы. И это есть хорошо. Далее. Объясню, пока Пафнути спит, для чего я вообще вынес турели вперед. Именно на правый фланг, если вот смотреть от дома. Для того, чтобы построить вот здесь вот на левом фланге сарай. Сарай-склад. Место, где мы будем крафтить. Где мы будем хранить ресурсы. И, разумеется, я хочу сделать его, блин, кирпичным. К сожалению, сейчас, в данный момент в игре, мы не сможем сделать пол и фундамент кирпичный. Но сможем сделать каменный. Но зато стены и крышу мы вполне себе сможем сделать уже из кирпичей. Поэтому мы должны на следующих нападениях включить себе улучшенный научный стол. Изучить бетонные и кирпичные конструкции. А, кирпичные-то я же уже изучил точно. Бетонные конструкции, витрины и турбины и накопители энергии. Но для начала, конечно, было бы неплохо запастись едой. Все, кончился материал. У нас руда кончилась, пафнутий. Блин, это вообще не весело. Это максимально не прикольно. Давай вот как-нибудь в обход, если мы выйдем. Мы вот так с тобой выйдем, нет? Нет, так не выйдем. Строй давай полы. Пирс готов. И нам нужно с тобой... Ну, за сегодня ты вряд ли успеешь собрать все 10 грядок. А что ты успеешь сделать у нас в период с 19 до 24? Грибы готовы, грибы не готовы. Чайное дерево тоже не выросло. Собрать часть гептагонии? Да почему бы, собственно, и не попробовать это сделать? Давай. Новое гнездо насекомых у нас образовалось. Давайте глянем, где оно. О, что за даль такие далекие. Нам до вас, как до луны. Где пафнутий-то? А, вообще не особо. Да не, не, далеко, далеко. Не надо ничего переносить. Лиходей ты мой ненаглядный. Сначала рубишь, потом носишь. Сначала собираешь урожай, потом его переносишь. И так далее. Блин, вечно это правило, которое ваш искусственный интеллект до сих пор не может усвоить. Разработчики, что за фигня? Столько уже рапортовали по этому поводу. Столько фидбэка было, блин. Когда же ты уже пофиксят? Вот, кстати, обновление будет 24-го числа у игры. Добавят земледелье, фермерскую ветку, исследование животных, приручение, собак, нового персонажа. Но, к сожалению, насколько я понял, мы сможем в этом сохранении посмотреть только дрессировку животных и их приручение. В принципе, тех, которые уже заспаунились на карте. А с остальными я не знаю, как, видимо, нужно начинать у Грузанова, но это не про нас сейчас. Приятного аппетита, ложись спать. Тебе спать-то осталось не так, чтобы очень много. Этот ролик выйдет 23-го числа. Я записываю за пару дней до... Ну, как за пару, да, за день. Я не знаю, 23-го, 24-го, 25-го. Я постараюсь сделать 5 роликов на неделю. Но, возможно, скорее всего, обновление мы с вами посмотрим уже со следующего понедельника. Постараюсь ложиться, но не обещаю, ребятки. Потому что график на следующей неделе сильно будет загружен всякими поездками, обследованиями, всякой такой шляпой. Что ты хочешь еще горными поуправлять? Сколько у нас? 79 получается. И ты пошел рубить сено? Да у нас, в принципе-то, достаточно. 331 единица. Давай сено с тобой соберем на следующей подготовке к следующей серии. А сейчас нам с тобой нужно позаботиться и об одежде. Скоро у нас она иссякнет. Но это можно будет делать во время нападения. А также нам нужно собрать какой-нибудь близлежащий металл. Давай-ка добудем его с тобой. И поплавим, потому как... У нас здесь на ремонт есть чуть-чуть. Либо на еще одну турель. Либо... Павел Саныч, смотри, мы можем тут напихать с тобой ловушек. Сколько нужно топлива? По 10? Блин, пока не могу себе позволить так много. Мне нечем будет заправлять дизель-генераторы. А может, за чайком с тобой сгоняем по Шурику еще в этой серии? Хоть проверим, а? Где оно тут? Его можно? Блин, оно не зрелое. Вот это зрелое по-любому. Так, заметим, что оно здесь. А ближе-то и нету ничего. Да, Пафнути. Ты всегда успеешь отнести это домой, впринь. В принципе, 18.00. Ой, нет, ты точно не успеешь за чаем. Давай, относи. Можем заправить горный и думать, что нам делать дальше. За эту серию у нас с тобой неплохо. Так мы работнули, считайте. Ресурсов принесли. Дурельки поставили. Подготовили электронику на следующие всякие материалы. Можем, в принципе... Паша, как ты смотришь на то, чтобы еще сока собрать? Еще руды собрать и запереться дома вообще, чтобы изучать всякое. Хватит ли нам дерева? Да, вот эти два дерева я спилил, оазисных. Это соточку дало где-то. Вот это спилил. И вот это. Итого 200 с чем-то. Но я стилаш тут еще построил. И еще что-то... Где-то перенес или разобрал. А, да, пень для колки дров. Вернее, да, для колки веток я разобрал тоже. Отлично, проснулись, покушали, поиграли на барабанах своих любимых. Горные заправили. Пойдем, блин, посмотрим, что с этим чаем вообще можно делать. А ты куда пошел? Что ты пошел сажать? Я проморгал. А, у нас тут гептогонии не хватает. Гептогонию покоцало немножко. И здесь грибы недосажены. Ну, давай как-то вот... Может, на обратном пути посадим, посмотрим. Ой, но здесь небольшое количество камня лежит. А что я тогда сюда ходил? Я, блин, пошел сюда, вот эти большие камни таскал. А они, оказывается, вон где... Ой, Паша! Так, ты что вообще? Что? Недостаточно места для хранения. А сейчас будет, сейчас будет. Чайные шарики добавляем в этот фильтр. Иди, переноси их. Ой, их можно прям сырыми есть. А кто это у нас тут такой? Агрессивный животный, огромный богомол 17, 13 шипохвостов и маленьких 90. А что не 200, 300 тысяч? Слушай, Паша, иди-ка ты, наверное... Пешочком без этого... Без этих чайных шариков не успели мы с тобой за ними сходить. Ничего страшного. Просто боюсь, если ты с ними пойдешь, то ты не успеешь дойти. Это критично, критично. Давай, бегом быстрее. Пару фундаментов снесли. Переключай быстрее фундаменты. Они довольно быстрые. Эти все ребята, они уже, блин, ползут. Турели включил. Замечательно. Можно и горным поуправлять, но я бы рекомендовал, на самом деле, те... Еще, может, парочку фундаментов снести. Мало ли они тут прыгать умеют. Ну-ка, давай-ка вот этот вот успокоение ради снесем. Да и этот тоже. Сыкотно, Паша, сыкотно. Теперь можешь спокойно идти кушать. Ох, турели пошли. Хорош. Мясо пошло. Добываем хитин. Ну да, они заползают, что-то пытаются тут. Куда эта штука стреляет? А, под фундамент она под себя стреляет. Ну-ка, целевую область чуть-чуть перенесем поближе. Я надеюсь, ты кушаешь и ложишься спать, да? Да, какой молодец. Только ты, блин, опять вот лег спать, а... Теперь надо турели выключать. Эх, пафнути, пафнути, а... Ладно. Поднимайся, выключай турели и иди спать обратно. В принципе, еще одно нападение отбито. В этот раз мы даже не... Не ремонтируем турели, потому что все хорошо у нас. Это не может, конечно, не радовать. Ну что, пафнути, ты... Ты мало отдохнул, но зато расслабился. Управляй горными и так далее. А мы пока с ребятками попрощаемся. В принципе, прогресс за серию довольно неплох. Переместили, наконец-то, линию обороны на конкретный фланг. На правый и поближе. Увеличили количество турелей. Собрали ресурсы. Блин, пафнути, надо уже, наконец-то... Начинать нам с тобой крафт процессорных ядер. И одежды. Но для этого нужно, видишь, еще изучить. Потому что я очень бы хотел ветряной генератор и свет в доме. Вот это было бы шикарно, а! А давай, может, пока сейчас вот у нас тут это все дело разлагается. Давай-ка, может быть, изучим. Там всего же шесть часов. Да не, не получится так. Нам же некуда это все будет ставить. Эх, ладно, перенесем на следующую серию. Ну что ж, ребятки, большое вам спасибо. Угу. Эх, пафнутий. Давай, переключай дырчик на неопределенную цепь какую-нибудь. Давай. И включай улучшенный научный стол. Далее занимайся, знаешь чем? Витрины и турбины и накопитель энергии. Уж очень хочу, а! Давайте-ка на перемоточке это дело. Великолепно. Витрины и турбины уже готовы. Ну-ка, что нам для этого нужно? Одна электроника и 25 сплавов. Серьезно, так много? Приятно, что он в ходе изучения самостоятельно управляет горными и закидывает туда руду. Ох, как хорошо. Одна электроника у нас есть. Блин, 25 сплавов. Что-то я не рассчитывал на такое большое количество-то. Ну ладно. А, 3 на 3 было, да? Да, и сейчас 3 на 3. Да мы даже здесь сможем разместить, блин. Ничего страшного, да? Вот здесь вот фундамент один еще поставим и разместим прям. Какой кайф! Мы исследовали накопители энергии под конец серии. И витрины и генераторы. Сколько нам нужно на накопитель энергии, он же батареям, 5 единиц электроники и 20 металла. Да неплохо мы укладываемся вполне. Слушай, Пафнути, давай-ка ты ляжешь, отдохнешь пораньше чуть-чуть. А вот сейчас мы уже, пожалуй, да, закончим. К следующей серии мы с тобой готовы вполне себе. Планы какие, ребятушки? Мы будем наращивать, естественно, каждую серию количество турелей. Оборонка для нас сейчас важна. Чем больше турелей, тем меньше они все вместе получают урон. Потому что быстрее ликвидируют цели там всяких тараканов, скорпионов, богомолок, летучих всяких этих... Все это, всю эту гадость мы быстрее будем уничтожать. И, соответственно, для нас-то будет лучше. Вот. Далее постройка сарая. Я надеюсь, вернее, я уверен, я хочу, чтобы сарай уже был с электрическими лампами. Каждую серию я буду выходить, собирать то, что тут с метеоритного дождя она выпадала. Ну и, в принципе, какой-то такой план барабан. Нужно уже строить воздушный шар. Хочу полетать, блин, с Пафнутием. Возможно, у него будет шанс изучить какие-то виды растений или животных. И мы сможем уже и грядочки обновить чем-то таким новеньким. А? Было бы же прекрасно. Ну ладно, это все лирика мечты. Надеюсь, все будет у нас хорошо. Ну и, ребятушки, большое спасибо за просмотр. С вами был Павел. Увидимся в следующих сериях. Всем вкусного чая и добра!